Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Артем Ца, это проект C.IN. И не так давно, на днях, я вам рассказывал об интересном продукте от FreedomBank Казахстан. Это депозит карт. Я думаю, вы помните распаковку данной карты. Данная карта является действительно интересным продуктом на казахстанском рынке. Более подробно вы можете посмотреть либо в распаковке, либо прочитать на site.IN. Так получилось, что это не единственная карта в линейке гебетовых карт FreedomBank, что само собой логично, но данные карты я смог получить, несмотря на то, что оформила позже по году, смог получить только вот сегодня вечером непосредственно две гебетовые карты. Давайте начнем по порядку. Данные карты были запущены в декабре 2021 года и начать, пожалуй, стоит с FreedomCard. Как бы вам не показалось странным, я во время распаковки депозит карт говорил о том, что, несмотря на то, что здесь написано FreedomCard, это депозит карт. И депозит карт сравнивать с FreedomCard никак нельзя. Почему? Потому что это абсолютно разные продукты. Сразу хочу обратить внимание на то, что пластик, который я сейчас вам покажу, это пластик старого образца. Соответственно, если на данный момент вы зайдете на сайт finbank.kz или bankfin.kz закажете FreedomCard, она вам придет немного в другом дизайне, нежели тот, который я вам покажу. Почему так произошло? Потому что банк за эти полгода поменял дизайн в лучшую сторону. К сожалению, я вам не могу его продемонстрировать, но, поверьте, он стал лучше. Он стал похож на депозит карт. Итак, встречайте. FreedomCard. FreedomCard — это базовая дебетовая карта Freedom Finance Bank. Несмотря на приставку базовая, она, правильно ее будет назвать флагманской картой от FreedomBank. Ее ни в коем случае нельзя сравнивать с депозит карт. Да, это по-прежнему четырех мультивалютная карта, как и депозит карт, но за одним исключением. Как я говорил в обзоре на FreedomCard, депозит карт, данная карта привязана к депозитным счетам, а FreedomCard привязанная, как обычная дебетовая карта, к текущим счетам. Данная карта открывается в четырех валютах. Это тенге, доллар США, евро, а также российский рубль, как и депозит карт, но при этом на остаток по данной карте банк не начисляет проценты. В свою очередь, можно сказать, что данная карта более защищена финансово с точки зрения банковских страховок и так далее, нежели чем депозит карт, так как вновь хочу напомнить о том, что депозит карт это карта, которая привязана к депозитным счетам, а соответственно сумма, которая застрахована по депозит карт, это сумма, которая застрахована в рамках фонда гарантирования вкладов. Еще интересный момент, который можно сказать по FreedomCard, это то, что карта имеет такие же лимиты, как депозит карт, то есть по этим обеим картам, что по депозит карт, что по FreedomCard вам доступны бескомиссионные снятия по территории Республики Казахстан до 500 тысяч тенге, а также переводы по номеру карты на 500 тысяч тенге без комиссии. Все, что выше, облагается комиссией в 1%. Также стоит учесть в тот момент, что лимит бескомиссионного снятия не распространяется на зарубежные страны. Во-первых, там другой лимит, и в-третьих, комиссия за сверхснятие снятия тоже будет другая. Ну и последняя карта, о которой я бы хотел вам рассказать, да-да-да, это все тот же старый конверт, который я вам показывал много-много раз, ну или новый. Это уже более интересный продукт, с точки зрения наполнен скиндественными плюшками. Это карта инвестора, инвест-карт, да, как вы можете видеть. Коробки одинаковые, но надписи внутри коробки, они должны меняться. И, соответственно, вот там, где у меня была депозит-карт, у меня должно было написано не депозит-карт, а... ой, не фрином-карт, а депозит-карт. Вот так выглядит наполнение карты инвестора. Это все та же белая коробка, тот же самый кошелечек, в котором нас встречает. Вы не поверите, но... Да-да-да, вы скажете, Артем, ты нас обманываешь, это фридом-карт, но нет, это инвест-карт. На данный момент, что инвест-карт, что фридом-карт имеют абсолютно разный дизайн. Хочу сказать, что инвест-карт, которая выпускается на данный момент, она очень красивая, так что советую вам ее оформить банально для того, чтобы получить красивую карту. А так, внешне они одинаковые. Карты старого образца. Отличительные вещи по инвест-карт. Самым главным отличием является то, что данная карта моновалютная. На фоне депозит-карт и фридом-карт, мультивалютных карт, инвест-карт является моновалютной картой, которая выпускается в одной валюте, это доллары США. И привязана она не к текущему, не к депозитному, а к брокерскому счету. Более интересная штука для инвесторов. И самый главный момент, так как карта выпускается в долларах США, и начисляются проценты на нее тоже в долларах США. Бант начисляет ежедневно 3% годовых на остаток по счету. Прошу еще раз внимания, 3% на остаток в долларах США, что довольно-таки неплохо. В целом, вы можете наблюдать полную линейку дебетовых карт от Freedom Bank. Есть еще одна карта, которая не особо заслуживает внимания. Это FreePay-карт, но, к сожалению, я ее оформить не могу, так как для того, чтобы оформить FreePay-карт, необходимо иметь кредит в Freedom Bank. Третья, четвертая карта, о которой я вам начал рассказывать FreePay, это карта, которая непосредственно используется как Freedom Card для погашения кредита, поэтому ничего интересного нет. Давайте еще немножко вернемся к основным моментам по Freedom Card и гепозит-карт. Это общие моменты, связанные с своими картами. В первую очередь, оформляя одну из этих карт или даже карту инвестора, вы гарантированно не будете платить банку абонентскую плату за обслуживание, так как данные карты у банка стоят 0 тенге, 0 копеек. Соответственно, обслуживание данных карт у вас будет бесплатным. Поэтому есть смысл оформить хотя бы одну из карт данного банка. Еще интересной такой фишечкой данного банка является то, что на сегодняшний день, на 12 августа 2022 года, Freedom Bank уже является участником SMP-скеновно-яных переводов. И это говорит о том, что с помощью Freedom Bank можно переводить в Сбербанк Казахстан. А возможности Сбербанка Казахстана, если вы как-то пересекаетесь, пересекаете границу Советской Федерации, значительно расширяются. Имейте это в виду. Еще на что бы я хотел обратить внимание, это на то, что на данный момент, как бы я не ругал Freedom Bank, есть действительно за что его покритиковать. В частности, вы можете прочитать мою последнюю публикацию на iVision, связанную как раз таки с доставками карт. У Freedom Bank действительно есть неплохой задаток для того, чтобы стать казахстанским ThinkCoff-банком. К чему я клоню? Я клоню к тому, что банк действительно развивается с точки зрения IT-инфраструктуры. И на сегодняшний день Freedom Bank — это действительно такой удобный банк, которым действительно приятно пользоваться. и тарифы не жмут. Единственный минус — это то, что не каждому гражданину республики доступны карты Freedom Bank. Почему? Потому что банально они доставляют карты только по крупнейшим городам республики. Ну а на этом все. Спасибо за внимание. Если вам понравился блог, я надеюсь, что вы поддержите его лайком. А также заходите на мой сайт soy.in. Там очень много интересного и, конечно же, полезного. До скорого! Продолжение следует... 這麼 много! Близко! Продолжение следует... Продолжение следует...